Руководители нашей страны присутствовали сегодня на Красной площади на Бараде в честь победы над Соединенными Штатами. Сам премьер Романов вручил орден Сталина герою компании, генералу Владимиру. Это все неправда, товарищ. Только из-за того, что Владимир смог вернуться в Москву быстрее, не значит, что он должен получить всю славу, да? Ну, неважно. Позволь мне поделиться кое-чем с тобой. Человеческий мозг — это ящик Пандоры, наполненный электрическими зарядами. Полного понимания этого еще нет. Большинство мозгов — всего лишь приемники. Однако есть и другие, которые могут как принимать, так и передавать заряды по своему выбору. Это мой пси-маяк. С его помощью мы можем отправить любое сообщение, какое захотим. Мы установим эти устройства повсюду. И в конце концов, американцы будут нашими. Разумом. Телом. Если пожелаете, душой. Хмурарич, приготовьтесь к захвату Нью-Йорка. Нам предстоит использовать новую технологию. Добро пожаловать в Нью-Йорк, командующий. Захватите союзную военную лабораторию у Всемирного торгового центра и используйте их технологию, чтобы построить пси-маяк. Строит. Это что, башни-близнецы, что ли? Новые опции строительства. События 11 сентября. Кстати, тема по пси-маяку обыгрывалась еще в Сталкере. То, что там типа в игре Сталкер. То, что там типа была какая-то разработка, которая облучала сознание людей. Но это все, конечно, фантазии разработчиков, но тем не менее. Строительство завершено. ТЭКС. Запилим сразу казармы. Здесь я приметил немножко нефтяных вышек. И вокруг нашей базы полно разных зданий. Я думаю, есть смысл их починить и посадить туда пехоту для обороны. Новые опции строительства. Побольше инженеров и побольше пехоты. Точка выхода сюда. Установлена новая точка сбора. Значит, нам нужно захватить. Ну что ж, хорошо, попробуем. Сейчас для начала сделаем экономику, но в принципе, как и всегда. А потом уже будем клепать танки. Чинить эти здания я не буду. Просто можно их в принципе защищать, чтобы никто на них не напал. Пусть и не горят. ХП все равно не отходит. Строительство завершено. Закажем три Харвестера, я думаю, этого охватит. Захвачено технологическое стадо. О, уже пехота выходит. Принята передача. Товарищ генерал, попробуйте переместить ваших Пси Командос поближе к боку. Вы найдете силу их убеждения весьма полезной. В структуре есть войска. Пси Командос, говоришь? О, ничего себе. Юнит готов. Заберем. И хорошо в обороне использовать. Я не думаю, что есть смысл их гнать на базу противника. Вот сюда поближе их поставим. Во. И если противник здесь будет приходить, то, соответственно, мы будем его переманивать на свою сторону. Юнит готов. Нужно побольше пехоты, нужно здесь захватить побольше зданий нашей пехотой. Потому что откуда враг будет наступать, я пока что не в курсе. Юнит готов. Товарищ генерал. Такс. Этих отправляем сюда. Юнит готов. В структуре есть войска. Давайте посмотрим, что нам стало доступно. Во-первых, ПВОшки и ракетницы. Ракетницы я не особо люблю, потому что они очень медленные. Они очень тряпочные. То есть, получается, мы должны и танки двигать вместе с ними в качестве прикрытия. И ракетницы сами двигать. Я как-то любитель больше грубой силы. То есть, переехать просто толпой танков и все снести. Ну, сейчас посмотрим, как лучше сделать. Один танк захвачен. Угу. Вот это не простой грузовичок. Дело в том, что в дополнение о реванш Юрия, этот грузовичок, есть у Ливии. И он как раз-таки взрывной. Но он вроде и не может атаковать. То есть, это обычный гражданский грузовичок. Им можно вполне себе спокойно поездить, пооткрывать карту. Потому что противником он не воспринимается, как враг. Ну что, ребят, давайте строим технику уже. Куда бы точку сбора поставить? Ну ладно, пусть сюда. Давайте лучше сперва немножко ПВОшек. А потом уже танки. Дело в том, что я не знаю вообще, есть у него что-то там воздушное или нет. Но раз нам дали ПВОшки, значит, наверное, что-то есть. Установлена новая точка сбора. А еще немножко ПВОшников и Тесликов. Теслики очень хорошо справляются как с техникой, так и с пехотой. Ничего себе ты мне тут карту наоткрывал. А противник вообще ничего не подозревает. Сейчас мы у него тут поездим, пооткрываем. Давай, 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 показывай, показывай, что тут есть. Тут уже ресурсы закончились. Снизу еще есть. Но ничего страшного, у нас в любом случае еще нефтяные вышки работают. То есть даже если ресурсы закончатся, нефтяные вышки нам приносят бабусы. Вообще без палева никто на машинку не реагирует. Уже почти всю базу открыли с вами. Юнит готов. Юнит готов. Недостаточно средств. Юнит готов. Нам нужно еще несколько инженеров, наверное, да? По идее хватит и одного, но лучше несколько. Еще и сверху атакуют. А, он по низу проходит. Юнит готов. Отправляйте сюда. Лихо так я захватываю противника и... ...войсками противника, собственно, я обороняю свою базу. Тут все строится. Юнит готов. Пусть лучше побольше танков построится. Потому что у нас в основном тут ПВОшки, я смотрю. А нужны именно танки. Юнит готов. Хотя, в принципе, здесь оборона такая слабенькая. Сейчас еще немножко построим техники и, в принципе, можно выходить в атаку. Неплохо они так справляются. Или может вообще ПВОшки не брать? Я смотрю, тут у него вообще ПВО нет. Потому что ПВОшки, они, в принципе, трепишные такие. Уже чуть позже и подгоним их туда. Но не просто, не просто так нам их дали. Всего четыре танка. Да, танки строятся, конечно, намного дольше, чем ПВОшки. Да знаю, знаю, что надо захватить. Сейчас. Сейчас все будет. Юнит готов. Ну что, ребят, давайте я аккуратно попробую проехать на базу противника. Забираем, значит, эти войска. Самое главное, не ломиться. Делать все аккуратно. Кого бы еще заказать? Может, обычные пехоты? Ладно, пусть пока так и остается все. Юнит готов. Он, получается, проходит по низу. Мы с вами по верху пойдем. Такс. На базе танки продолжают строиться. Ну, то есть, если у нас даже провалится наша атака, ничего страшного. У нас потом будет вторая волна. А если понадобится и третья. А вы можете отсюда атаковать? Похоже, что нет. Проходим вперед. Прикольно то, что они на ходу могут атаковать. Ох, ничего себе, тут уже танков построилось. Ну что, отправляем сюда сразу тогда. ПВ-шки едут первые, но они как бы шустрее. Небольшое сопротивление. Но на самом деле это все в мертвом припарке. У нас танков достаточно. Неплохо у нас тут такая армия собралась уже. ПВ-шек я много потерял, если честно. Как же много у него пихоты здесь. Мне нужно до базы добраться, чтобы он здание свое не восстанавливал. Юнит готов. Атака. Так, ребят, давайте еще немножко ПВ-шек закажем, потому что нам сюда надо инженеров привезти. Так, ремонтный завод. А вот чуть дальше и база. Юнит потерян. База готова. Юнит потерян. Юнит потерян. Закажем, значит, несколько инженеров. Хотя, в принципе, можно было и одного заказать. Так, продвигаемся вперед. Пока на базе у нас там все строится, сейчас давайте поуничтожаем его, а то опять потом скажут, что, мол, противник жив, хорвестеры живы, и ты выиграть не можешь. Из-за того, что у противника живы хорвестеры. Юнит готов. Юнит готов. Юнит готов. Ну что здесь? Давайте, значит, ПВОшки подвинем поближе. Усаживаем туда инженеров. Забираем это все и отправляем на базу противника. Юнит готов. А какая у нас задача стоит? Захватить военную базу, построить... Ага. То есть, получается, у нас нет задачи уничтожить все здания. Ну, тем проще для нас, в принципе. Тем для нас и проще. Высаживаем инженера и захватываем. Танки у нас есть, ПВОшки у нас есть. Ну, я думаю, как-нибудь уже защитим. Структура продана. Опси, маяк. Этих ребят чуть подальше. Сюда, наверное, можно было пехоту посадить. Хотя, наверное, вряд ли. Ну и где противник? Ага, во. Пару пехотинцев, одна ПВОшка. Это что, вся твоя атака, что ли? Юнит потерян. На нашу базу совершено нападение. Юнит повыше. Он вообще не долетает. Ну, тут столько ПВО, конечно. Ну, давай, давай, шустрее, шустрее. Где вся твоя мощь, покажи. Он хотя бы какие-нибудь, не знаю, плазменные танки высадил бы, или миражи. Потому что пока что его атака, это просто шик. Ничего серьезного. Юнит потерян. Юнит повыше. Структура покинута. Юнит потерян. Юнит готов. Юнит потерян. Машина дает позицию. Вижу врага. Юнит потерян. Внимание. О, ни хера себе. Внимание. Обнаружена вражеская бронетехника. Юнит потерян. Неплохо он у меня тут войск пощелкал. Юнит потерян. Юнит потерян. Ах, он чертяга. То есть он получается и тут, и там атакует. Это хорошо, потому что у меня танки хотя бы есть. Юнит потерян. Так, ребят, давайте закажем побольше ПВО-шек. Строит. Юнит потерян. А я еще, главное, такой радостный, блин. Типа у меня куча войска. Ага, конечно. Юнит потерян. Он еще, получается, на мою базу сразу пошел. Юнит повыше. Ну, вроде как отбились. Задание выполнено. Ну что, ребят, на этом все. Ссылка с прохождением игры в описании под видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. И до встречи в следующих эпизодах. Всего хорошего, позитива, удачи. Пока-пока.